Есть такая армянская поговорка, если вор находится среди своих, то из такого дома можно даже корову вынести через подвальное окошко. Ну, скажу шире, не вор, а вредитель, тот, кто работает на врага, или на того, кто не желает добродому, в котором проживает. И турецкий депутат армянского происхождения коропа Айлян подтверждает эту поговорку своими речами и записями. В последние дни коробей, или Джан, кому как больше нравится, сделал несколько весьма примечательных заявлений. Так, он заявил в стенах парламента о необходимости открытия армяно-турецкой границы. Причем заявил он это не во время дебатов о внешней политике, а во время обсуждения бюджета. Не совсем уместно, согласитесь? Почему она закрыта? Вопрошал примазавшийся к прокурской демократической партии народов политик. Жаль, что никто из его коллег не пожелал тратить время на объяснение этому глупцу причин, по которой граница с Арменией закрыта. А причина эта, агрессивная оккупантская политика Армении по отношению к Азербайджану, которую она вела в начале 90-х и продолжает вести сейчас, и желание Турции поддержать братское государство, ставшее жертвой этой агрессии. Паэлян и так, Исяк пытался аргументировать необходимость открытия турецко-армянской границы, но его доводы были неубедительны. Если граница будет открыта, то отношения станут развиваться, а люди будут больше общаться, говорил Каэлян. А как он это общение представляет? О чем может быть общение с гражданами страны, которая поддерживает оккупацию? Кроме того, не стоит забывать, что на территориях Турции, прилегающих к Армении, проживает значительное число этнических азербайджанцев, в связи с чем, общение между армянскими гостями и гражданами Турции азербайджанского происхождения может вылиться отнюдь не в чаепитие, особенно, если первые, увидев агредак с близкого расстояния, вдруг заявят, что находятся в Западной Армении. Кроме того, местные жители не забыли, как армяне, проживавшие в этих краях. Более 100 лет назад подняли штыки против своего государства. Предательство и вероломство не прощаются и не забываются очень долго. При въезде в Игдар находится памятник, посвященный жертвам резни, учиненной армянами против тюрок. Фото, автора. «Если у нас и есть проблемы, то мы их решим», утверждает Каро Пайлян, забывая о том, что корень проблемы находится не на реке Арас, а примерно 250 километров восточнее. В своей речи Пайлян, также затронул внутренние социальные проблемы страны, отметив, что в Турции растет бедность, а покупательная способность людей снижается, и страна находится в сложной ситуации. «Я, будучи в Восточной Анатолии, то есть в тех землях, о которых говорит оратор Армянин, не увидел такой уж бедности и нищеты, во всяком случае, оттуда нет массовой миграции». Чего нельзя сказать об Армении? Не спорю, турецкая экономика переживает определенные проблемы, в августе упала национальная валюта, лира. Но неужели Каро Пайлян считает, что это произошло из-за закрытой границы с Арменией? По его логике, границу с Арменией откроют, и сразу в Турцию хлынут инвестиции, а за доллар будут давать 3 лиры, а не 5,5, как сейчас. Пайлян также говорит о том, что турецкие товары поступают в Армению через территории других стран, Грузию, Иран. Да, но опять-таки, раз турецкие товары завозят туда, значит спрос на них есть, и армяне ими не брезгуют. Но страдают от закрытой границы, вовсе не турецкие производители, у которых и так этот товар покупают, а армянские потребители, которым эти товары обходятся дороже ввиду их транспортировки через третьи страны. Таким образом, чьи интересы защищает Каро? Турция или Армении? Ответ очевиден, Армении. И все его заверения я хочу, чтобы для Турции все было хорошо, и гроша ломаного не стоят. Другое же заявление демократического народника, опубликованное им в Твиттере, касается военной тематики. Он позволил себе вмешаться в вопрос покупки Турции у России, зенитно-ракетной системы С-400. По мнению Пайляна, этого делать тоже не стоит. И обосновывает он, это тоже своими якобы заботами о турецком народе, если государство откажется от покупки одного комплекса С-400, то можно будет повысить стипендию студентам на 30%, а заработную плату на 25%. Ну вот какой знаток экономики попался. Все очень просто, оказывается, надо открыть границу с Арменией и отказаться от покупки комплекса С-400, экспортный вариант, Триумф. И тогда Турция сразу значительно улучшит свое экономическое положение. Напрашивается вопрос, а чего правительство Пашиняна зовет к себе экспертом по экономике Дарона Аджамаглу, а не Каро Пайляна? Этот Пайлян хотя бы отдает себе отчет в том, что покупка военного оборудования – вещь одноразовая, а выплата стипендий и зарплат бюджетникам – постоянный процесс, для реализации которого необходимо улучшение общего состояния экономики. В конце прошлого месяца министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что начало установки российских зенитных ракетных комплексов ЗРК С-400 в Турции планируется на октябрь 2019 года. Турция находится в ситуации, при которой у нее немало недоброжелателей за рубежом, и страна, конечно же, хочет иметь гарантии безопасности. Если страна, у которой вторая помощь и армия в блоке НАТО, и которая имеет порой серьезные разногласия с Россией, в основном, по Сирии, пошла на обострение отношений с США ради того, чтобы купить у России этот комплекс, значит, С-400 чего-то да стоит, и она серьезно заинтересована в покупке этого комплекса. И самое интересное, что Каро Пайлян не говорит о том, как именно он планирует обеспечить военную защиту страны, гражданином которой он является. Он не говорит о том, какую альтернативу российскому комплексу хотел бы видеть. Для этого прикормыша главное, чтобы Турция была не защищена. Не исключено, что он лоббирует интересы каких-то американских бизнес-групп из военных кругов, связанных с армянской диаспорой. Чем же был еще примечателен данный господин? Тем, что он неоднократно подвергал критике Эрдогана, называя его националистом. Он ни разу не упускал случая упрекнуть народ, на земле которого живет, в насилии над армянами. В мае этого года, он пытался протащить резолюцию о геноциде армян, также он, в парламенте вместе со своими однопартийцами участвовал в драке со сторонниками правящей партии справедливости и развития, называя их фашистами. Апофеозом его деятельности, стало выступление на заседании парламента Турции в апреле 2016 года, когда он перечислил имена предателей армян, арестованных в 1915 году и на армянском языке произнес «Да благословит Господь их души». Этот пайлян напоминает чемодан с двойным дном, образно говоря. То есть вся деятельность этого человека показывает то, что в Турции все еще проживают армяне, придерживающиеся антигосударственных взглядов, от которых эта страна может в любой момент ждать удара в спину. И памятник на въезде в Игдар установлен не зря, а чтобы служить напоминанием слишком толерантным туркам, что в стране есть этнические группы, с которыми нужно ухо держать востро, всегда.